Ветеранское движение – движение сильное, развитое, обладающее активной общественной силой. Организация сегодня имеет значительный авторитет. Почему созданная в далеком 1987 году структура спустя 30 лет не теряет авторитет в современном обществе? Вопрос, который сегодня не требует ответа в силу его крайней очевидности. Мы гордимся, что ветеранская организация действительно отвечает тем замыслам и задачам, которые были ей поставлены на заре ее становления. В первую очередь это забота о жизни ветеранов, о социальной их защите, их права, чтобы они были защищены, чтобы каждый ветеран не чувствовал себя в одиночестве, а чтобы он чувствовал, что он нужен людям и приносил какую-то возможную помощь государству. С этой целью и существует ветеранская организация. Кроме того, заниматься воспитанием молодежи. Именно гражданско-патриотическим воспитанием. Они, представители старшего поколения, прошли через многочисленные суровые испытания военного времени, отстояв свободу и независимость Родины и создав экономический фундамент для развития суверенной Беларуси. Деятельность носителей истинного духа поколения победителей многогранна. Они проводят большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, участвуют в различных городских шествиях. Обладая неоценимым жизненным опытом и мудростью, ветераны бескорыстно передают накупленный багаж знаний тем, кто приходит им на смену. Отмечаем 30-летие ветеранской организации города Бреста. Я желаю, чтобы они приумножили вот те заслуги старших поколений и сделали, чтобы ветеранское движение было действительно стимулом для развития и промышленных предприятий, и для воспитания вот тех людей, которые находятся дома, чтобы их привлечь к этой беседе и к работе в ветеранской организации. Никогда не оставаясь в стороне от всех государственных перемен и изменений, они и сегодня, как говорится, в теме. И на каждое общественное веяние люди золотых лет всегда имеют свое мнение. Ветераны тоже не остаются в стороне. И нас вот всегда удивляло то, и удивляет, что вот многие молодые люди как-то так, может, мягко говоря, отлынивают от трудовой деятельности. Мы видим, знаем, сколько делается социальных программ. А это ничто, ниоткуда же, никто нам не дает помощи никакой, ни западной. А это наши деньги, то, что мы заработали, это прибыль предприятий, организации, учреждения. Она создается в трудовых коллективах. Мы совершенно осуждаем вот эти акции, такие походы, марши и так далее. Есть, понятно, что не все гладко, есть какие-то вопросы, проблемы. Но надо садиться за стол переговоров с властью, вносить дельные предложения, решать их. Но не ходить по улицам, не пугать детей в черных масках, с черными флагами, когда народ шарахается и непонятно. Нам нужна стабильность, нам нужен мир, и только так мы сможем решать наши проблемы. А только нам их решать. Вот всем вместе, и ветеранами, и молодежи, власти, и всем общественным объединениям тут не должны стоять в стороне. В настоящее время и много негативного тоже. На наш взгляд, в ветеранской среде, вот не совсем правильно сейчас обстановка. Иногда на площадях выходят люди с требованием определенных каких-то льгот, или не совсем справедливых вопросов, на их взгляд, на взгляд ветеранов не так надо решать. Если есть вопросы, то есть власть, которая может их решать и должна это решать. Зачем обязательно выходить на площадь? После торжественного возложения цветов в конференц-зале Брестского обл. исполкома у всех участников дружеской встречи была возможность пообщаться, поделиться воспоминаниями, а также обсудить злободневные для всех организаций ветеранов темы взаимодействия структур, обмена опытом, итогов деятельности, перспектив дальнейшей работы. Сделано действительно многое, но и намерений, идей и планов на будущее у руководителя организации немало.